Гроза и ливень, как финальный аккорд уходящего лета. Непривычно теплое для Югры, оно просто не могло закончиться без сюрпризов. Наступающая осень несет много надежд, главная из которых – возвращение к нормальной жизни. Суждено ли этой надежде сбыться хотя бы по части погоды, расскажет Сергей Коробков. Похоже, социальные сети мониторят на самом, что ни на есть, верху, а накрывший округ грозовой фронт – это комментарий к многочисленным постам в интернете по поводу уходящего лета. Ну или это слезы школьников по поводу того, что завтра начнется учебный год. По прогнозам синоптиков, дождливо, но тепло будет в Югре всю первую половину недели. А уже с пятницы с северо-запада в округ придет антициклон. Дожди сменятся на переменную облачность, но станет на несколько градусов холоднее. Начнет холодать с северо-западных районов. Температура воздуха ночью понизится до плюс 2-7 градусов. По восточным районам еще будет теплая погода. Там будет примерно около плюс 7-12 градусов. Дневная температура понизится по западной половине до плюс 8-13 градусов. По восточной половине. Также до конца недели еще ожидается теплая погода. Температура воздуха повысится до плюс 12-17 градусов. Лето 2020 оказалось во многом необычным и запомнится надолго. На редкость теплой оно так и не принесло столько радости, сколько могло бы в обычный год. Ввиду режима самоизоляции и сорванных отпусков. Игроза 31 августа лишь финальный мазок этой картины. Специалисты обещают, что сентябрь в плане погоды ничем нас не удивит. И температура, и осадки будут в пределах нормы. Похоже, даже природа решила, что потрясений с нас достаточно. Сергей Кропов, Леонид Чемляков, Григорий Апанасюк. Телекомпания Югра.